Белые банты, белые рубашки, разноцветные шары и слезы в глазах. То у школьников, то у родителей. Прощание со школой у одних впервые, у других снова. На торжественных линейках сегодня утром в Сочи собрались более 25 тысяч учеников. А в школе поселка Головинка приветствовали почетных гостей. Среди них ректор первого казачьего института. В нынешних выпускниках Валентина Иванова видит будущее сочинского поселка. Практически это новая страница истории Головинской средней школы номер 78. Более 60 лет назад она была построена теми учителями, которые после войны поднимали школу. Среди них был и мой отец Куликов Николай Яковлевич. Дорогие друзья, новая страница, новая история школы. Это память тех, кто поднимал город Сочи после войны. В минувшем учебном году во всех школах края открылись казачьи классы. Один такой успешно проработал год и в 78-й школе. В подарок ребятам казачьи папахи, икона и полное оснащение кабинета наглядными пособиями. С первым шагом во взрослую жизнь сочинских выпускников поздравил и глава курорта. Анатолий Пахомов отметил, сегодня Сочи – это город, в котором можно успешно учиться, работать, принимать участие во множестве международных мероприятий, быть дома и быть вместе со всем миром. Знайте всегда, поедете, конечно, будете себя искать, но, знаете, ваш любимый город, ваш родной город, ваша родина вас ждет всегда. И победителями, и если какая-то есть неудача. И всегда вы здесь найдете хорошее направление и хорошие перспективы. Вчерашние школьники с учебниками еще не прощаются. Впереди сдача ЕГЭ и поступление в ВУЗы. Надо же продвигать наш город дальше и стремиться только вперед. Ну и родную школу сегодня клянуться не забывать. Это все мое детство. Я все детство в ней провел, поэтому я когда вырос, чтобы вспоминать о нем, навещать учителей. В этом году около 200 сочинских девятиклассников претендуют на получение аттестатов с отличием. 173 выпускника 11-х классов также получат аттестат с отличием и будут награждены медалью за особые успехи в учении. Инга Габешия, Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.